Занятие проходит в форме предвыборных дебатов. Студенты разбились на группы. Каждый штаб будет защищать программу своего кандидата. Сегодня будет практическое закрепление темы, которую мы с вами рассматривали на прошлом заседании. Вместо лекции – парламентская пленарка. Вместо учебных пособий – программы конкретных действий. Пять студентов кафедры государственного и муниципального управления классического университета стали кандидатами в депутаты Пермской городской думы. Но только на полтора часа, на время одного занятия. Первый кандидат предлагает по-новому взглянуть на развитие человеческого потенциала краевой столицы, уделить достойное внимание людям, чьи судьбы тесно связаны с историей города. Следуя по данному пути, я вижу светлое будущее нашего города. Города с великой историей, интересными и талантливыми людьми. Десять минут и в центре внимания новый кандидат. На дебатах действует жесткий регламент. Верно расставить приоритеты, не забыть рассказать о важном. Еще одна задача для будущих управленцев. Я хотел бы предложить такой проект. Он называется «Культурный центр Пельми». Где наши районы, районы города Пельми будут конкурировать друг с другом каждый год за звание «Культурный центр Пельми». Много интересных расходных проектов. Будут ли увеличиваться доходные источники бюджета, которые будут позволять реализовывать это? Программы озвучены, вопросы заданы. Пришло время отдать свой голос. Это сделают действующие депутаты. Те, кто не понаслышке знает подноготную электорального процесса. Политики положительно оценили работу, проделанную кандидатами и штабами. По результатам голосования победу одержал Михаил Мухин. Мы имеем возможность отработать на практике полученные знания. Мне кажется, что это преподаватели наилучшие практики. Лучше практиков не найти, потому что эти люди непосредственно отвечают перед населением, которое их выбрало. Одна из главных задач высшей школы – обеспечить город и регион грамотными кадрами. Для этого необходимо привлекать к обучению и практиков, работающих в органах власти Прикамья. Глава Перми Игорь Сапко уже третий год преподает в университете. По его словам, подобные лекции и научные семинары «Серьезная школа профессионального роста для молодых специалистов». Дмитрий Копанцев, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.